Блокада Крыма. Мы прошли уже определенный период блокады, потом была даже энергетическая блокада. И вот сегодня премьер-министр заявил, что будет принято решение на заседание Кабинета Министров, вот, наверное, оно уже принято, что будет блокада Крыма, продукции, работ, товаров и услуг. Что касается электроэнергии, то решение будет принимать РНБО. Вот, как вы считаете, блокада Крыма, это что такое? Это элемент украинской внешней политики, то есть это попытка давления на Россию, чтобы где-то надавить, чтобы где-то получить преференции. Ну да, вот. Или это просто блокада, вот, по каким-то другим причинам. И вообще, как вы относитесь к этому, и как относится к этому на Западе? Тоже важный вопрос. Только, видите, вам набросало сразу. Я думаю, на Западе, скорее, на это будут негативно реагировать. То есть там будут, в первую очередь, иметь в виду, как это сказывается на простых людей, и будут опасаться того, что это, так сказать, простые люди в Крыму, которые, в общем-то, может быть, ни в чем обвинять, они будут страдать. От этого. У меня немножко такое более, так сказать, амбивалентное отношение к этому. Я это хорошо понимаю, и есть, конечно, серьезные аргументы в пользу этого, почему Украина должна поддерживать оккупационный режим. Другой фактор, который на Западе малоизвестен, это то, что, насколько я понимаю, часть товаров, которые раньше поставлялись, или, может, еще до сих пор поставляются в Крым, они, собственно, потом оказываются не на прилавках крымских магазинов, а российских магазинов. И, то есть, идет просто Крым, это такая промежуточная, просто такой этап для экспорта украинской продукции в Россию, и об этом мало кто знает, я думаю, на Западе это мало кто понимает. Может быть, это стоило бы разъяснять, что большая часть, насколько я понимаю, импорта, который Крым получал от Киева, это было непредназначено, собственно, для Крыма. И если это стало бы известно, я думаю, вот эта политика Киева стала бы намного более понятной. Ну, это трудный вопрос, я тоже не знаю, какие будут политические последствия этого. Будет ли, может быть, соответствующие изменения в ежедневной жизни населения Крыма, которые, может быть, за этим последуют, будут ли они идти, как бы, в пользу для объединения, нового объединения Крыма, присоединения опять Крыма к Украине, или же это, наоборот, будет нарастать там, так сказать, негативные чувства, и это будет скорее способствовать отчуждению крымского населения от Украины. И поэтому я не знаю, на базе чего эти решения приняты. Если действительно будет так, что, может быть, это приведет к тому, что в Крыму будет больше поддержки для воссоединения с материковой Украиной, тогда, может быть, это разумный шаг. Если же это приведет просто к отчуждению, тогда нужно спрашивать, а стоит ли.